Цифровые технологии на страже животного мира. В Новосибирской области сегодня заканчивается зимний сезон охоты и начинается весенний. В нашем регионе чаще всего добывают пушных животных и водоплавающих. Как получить лицензию, не выходя из дома, выяснила Екатерина Новгородцева. 28 февраля в этом году дата закрытия осенне-зимнего сезона охоты. Иван из Криводановки завершает его выслеживанием зайца. На пути встречает инспектора. А это значит, что предстоит проверка документов. Иногда бывает, попадается в хотовед, проверяет документы. А так, если что, у тебя все документы в порядке, чего бояться. Ни разу не забывали дома, ничего такого не было, всегда все с собой, всегда все... Нет, зачем. Купил путевку, взял с собой и пошел спокойно охотиться. Инспектор проверяет охотничий билет и разрешение. Их в этом году в Новосибирской области выдали около 30 тысяч. Раньше на ходу можно было лишь убедиться, что разрешение действует. Сейчас спектр возможностей расширился. В арсенале появилось мобильное приложение «Айегерь». При применении уже непосредственно, когда сейчас было на практике видно, охотника проверяем. Проверяем действительность охотбилета, именно легальность разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ну и плюс ко всему, значит, в этой базе мы видим нарушения у охотника. Есть эти нарушения или нет. За повторное нарушение охотнику грозит штраф, конфискация оружия и лишение разрешения на год. За аннулированием охотничьего билета следует отзыв лицензии на оружие. Список нарушений доступен инспекторам даже в лесной глуши. Эти приложения работают как с учетом доступа в интернет, так и без учета доступа в интернет. То есть они проработаны таким образом, что программа хранит эти данные в приложении. И когда поступает связь с интернетом, она это сведения отправляет. «Айегерь» – региональная разработка. Опыт удачный. Сейчас на подходе еще одно новшество – мобильное приложение для охотников. Сейчас приложение у нас в стадии активного тестирования. Если говорить, появится на рынке. Планируем мы его разместить в соответствующих сторах к началу охоты на утку. То есть это конец марта приблизительно. Сейчас проводим все интеграционные тестирования, чтобы минимизировать всевозможные риски. И чтобы охотникам было удобно им пользоваться. В приложении охотники смогут получать электронные разрешения. Поможет разработка издать документ. В этом году из-за несвоевременного возвращения лицензии новую не получили почти 9 тысяч человек. Екатерина Новгородцева, Андрей Дулепов. Новости ОТС. Новости ОТС.